че андрей нравится мне нравится то что каюта или что и комплект на добрый день решили снять обзорчик еще вот на модель феникс 560 это единственная модель фениксов про которую мы еще не рассказывали и пользуясь тем что она у нас на выставке находится мы сейчас про нее расскажем не так феникской если чуть не убился если не убьюсь то расскажу 560 модель базовая комплектация как всегда у феникса включает все что требуется обычно мы заказываем базовую комплектацию единство что добавляем из покрытия искусственный тик в данном исполнении она вот такой черт черный темный смотрится очень красиво характеристики ну можно посмотреть на сайте производителя на нашем сайте можно посмотреть поэтому не буду я их перечислять и всегда можно узнать длина единственное что скажу что 55 65 метров 60 сантиметров вот эти табличка есть качественное всегда исполнение используются качественные смолы качественный гель-коут феникс всегда отличался качеством изготовления шикарная такая лодочка мини яхта сейчас мы заберемся внутрь здесь также потопчины сделаны из истика ревизионный лючок здесь сделал такой интересный не резьбовой а вот вот такой помпа стоит две помпы кстати стоит одна автоматическая одна помпа которая включается с места капитана проходы для выброса это воды от помп сделаны на две стороны так как две помпы стоит трапик идет также в базе забираемся решеточки для вентиляции о пока высоко стою надо снять панораму тент также идет в базе ходовой тент забрал со спиннингодержатели также вот нержавейка заглушки чтобы в случае чего вода туда не наливалась ну с кормы начнем самоотливной получается кокпит здесь такие углубления ниши вода стекается сюда скапливается здесь в случае если нам требуется функция самоотлива мы разблокируем пробки и вся вода у нас сама уходит за транец они сама затягивающиеся и затягиваются вот все затем ну короче с двумя руками затягивать затягиваются они вот здесь также у нас искусственный тип покрытия мягкая мебель тоже база очень качественно сделано я всегда вот восхищающий отделкой у феникса двойная строчка все прям ну как 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 в лимузине шикарно все сделано прострочено материалы перфорированные здорово здорово мягкая мебель 3 пуфика и спинка сейчас мы давайте вот уберем куфики центральный не буду убирать сейчас такой объемный рундук очень большая кстати у него площадь объем он уходит туда за лицессную перегородку электроподготовка в базе масса не просто площадка именно аккумуляторный ящик полноценный предохранители здесь стоят это питание видимо на помпу отдельно запитывается ну клеммы аккумуляторные спинка также мягкая очень все качественно молодцы кто-нибудь скажет все нахваливает да нахваливает ну нахваливают а потому что очень нравится это я уже говорил как-то это лодка не моего формата все таки я больше мне нужна рыбалка какая-то такая походная лодка а вот если с точки зрения для семьи для отдыха с друзьями с товарищами выехать как-то вот именно для для отдыха на водоемах то считаю что это лучший вариант из имеющихся здесь также все оторочено вот обшито тем же покрытием по бокам организованы две такие большие длинные полки бортик сделан из уст стекла тонированного есть разделение на секции три секции у каждой полочки и здесь также дальше рундук сейчас откроем его посмотрим открыли получается рундук бензобак находится примерно на видели для для одинаковой развесовки независимо от того полный бензобак или он пустой для этого вот такое решение очень много пространства под палубой можно организовать или рундук какой-то или просто здесь какие-то вещи хранить ну не знаю там кинуть тенцы шатры там можно спальники сложить там или ну только конечно чтобы их не нам не намочила и те же спас железы объемные очень закрываем кресло выполнены в том же стиле с тех же материалов пошиты изготовлены стойка у получается у пассажира регулировка то есть поворот есть и вверх-вниз две степени свободы у капитанского также еще стоит слайдер кресло двигается вперед назад для более точной регулировки для более удобной посадки капитана консоль вот интересно выполнено видите как то есть она практически горизонтально ось штурвала находится ну вот я сел но сел даже не под не подстраивая под себя кресло мы как-то вот но удобно сидеть можно конечно подрегулировать и желание но это как бы нормальная посадка я честно сказать думал что мне захочется чтобы штурвал все-таки было немножко вот так наклонен но нет удобно удобно панель управления электроникой типовые выключатели и прикуриватель уж назначение их не буду рассказывать на каждой лодке везде все одно и то же по клавишам по этим подстаканник панель для установки приборов двигателя каких-то навигационных приборов сделано здесь вот вот здесь бы я конечно сделал такой бортик для того чтобы если сюда можно было складывать на эти поверхности какие-то вещи и они не улетали потому что всегда хочется телефон положить какие-то мелочи положить так вот хотелось бы чтобы это все не съезжала может производитель услышит и сделать здесь бортик и будет тогда здорово ну вот сразу видно что лодка прогулочная здесь даже с точки зрения установки эхолокации не продумано и если захочется человеку поставить большой карт плотер то непонятно куда его ставить можно здесь конечно поставить но лодка для отдыха для прогулок ну и для рыбалки семьей можно же вот спокойно здесь ходить рыбачить подходы к борту нормальные удобные можно рыбачить на кринолинах ну такая лодка вот отдыхающая рыболовная немного универсальная заберемся носовую часть здесь ступенька также вот тик опция наклеена наступаем сюда потом наступаем сюда и ну достаточно удобный проход стекло очень крепкая стоечки стоят поэтому можно взяться допустим не спокойно зайти ну можно из носа рыбачить вот правда стоишь высоко но по спиннинговать можно из носа нормально не скользко за счет вот этого покрытия принципе находишься достаточно уверенно здесь сейчас посмотрим якорный рундучок ну достаточно большой я сказал даже огромный рундук по сравнению с другими лодками и даже по сравнению с другими фениксами очень большой рейлинги конечно нержавейка тут наверно не стоит даже про это говорить швартовые утки нержавейка также сделано рамка стекла с профиля алюминиевого он видимо анодированный черный или покрашена не знаю стекло немножко притонировано стекло именно стеклянное не пластик кокпит выглядит сверху таким вот образом классно классно для отдыха классно вот у нас тут еще два феникс состоятся это у нас 530 и 510 боу райдер следующих 3 феникса у нас 4 феникса на выставке и вот здесь у нас еще стоит 600 феникс получается практически все модели небольшая каютка замыкается она вот здесь можно ее защелкнуть можно поставить замочек открываем сдвигается она в сторону не разработана еще вот сдвигается в сторону и попадаем мы в каютку в которой придется включить свет чили аккумулятор для того чтобы посмотреть как у нас освещается каютка сейчас проверим где тут свет у нас освещение включается внутри такой фонарик фонарик у нас с одной стороны достаточно просторная такая каютка по площади конечно она не высокая она предназначена для того только чтобы забраться и лечь спать но если туда ногами ложится то два три человека принципе лягут по борцам сделал две полочки освещение здесь значит получается эти такие пуфики все это поднимается внизу у нас ниши выполнены получается у нас 4 ниши в носу есть ниша в нашу а и в носу есть ниши то есть получается везде ниши вот такие форме исполнены 4 ниши достаточно много объема можно сюда сложить вещей надо понимать что это помещение сухое здесь можно хранить любые вещи которые боятся влаги постельное белье еще что-то и вот и вот здесь тоже получается ниши есть такая вот уже основательные ниши большой объем закрываем сейчас на кого не позову размерность каютки вот у нас андрей каюте находится очень просторно ну говорят что каюта вроде как на три человека поэтому будем пробовать на троих три человека во андрей говорит не знаю как насчет катера куплю или нет но каюту точно куплю ну че отличная каютка вот такая вот молодежная лодка катер че андрея нравится тебе нравится то что каюта или что комплект да ну здорово молодцы но все закрывает дверку вот вот все ночевка сейчас еще люк закроет лови андрееву лови все втроем втроем или семья два взрослых и ребенок вот самое оптимальное решение учета не закрылись откроются ли не откроются я даже не знаю ждать не ждать я уже думаю откроетесь или или уходить уже ну все здорово все всем спасибо сейчас мы посмотрим как можно выбираться из каютки ночью вполне вот ну все чё теперь практически вы морячки так что здорово молодцы спасибо спасибо